Ну и что? Пришло время прощаться. Сколько ты тут у нас был? В июле я приехал. Числа седьмого июля где-то. Июля? Да. А ты на крещение-то тут был? Ну да. Ездор окрестился. Ну ладно, июль, и август. Сентябрь два месяца пробыл. Завтра ты уезжаешь со всем. Расскажи, что ты приезжал? Выполнил то, зачем ты приезжал? Доволен ты? Чем не доволен? У тебя положительное было то, что в тот раз я тебя просто выгнал из-за твоего поведения. А тут ты приехал уже по-хорошему. И уезжаешь по-хорошему. Ты сейчас скажи, чтобы успокоить своих последователей. Игнать, Игорь, дело в том, что я приехал. Но я надеюсь, Бог даст, мы не прощаемся, так скажем. Ну да, но пока выезжаешь, ты решил выезжать. Мне надо, да, и родителей посетить, и там работа есть. Ну вот посмотрим, если работа такая суетная, я конечно все отложу, и все. Если что-то серьезное, можно будет поработать. А я приехал для того, чтобы укрепляться, воспитываться, так скажем, поскольку пробелов много в прошлой жизни, так скажем. Укрепляться духом, душой, телом в деревне работать. Мне особенно ценно то, что вы, я не знаю как, Господь вам дар такой дал, что вы видите прям корень, корневые вот эти в человеке, корневые изъяны, недостатки, что ли там, пробелы какие-то в личности человека. Вот, и вы прям четко с этими вот работаете, с этими вопросами. Я это прям, ну чувствую, и поэтому для меня это очень ценно. Вот, и все. Ну это вот основное такое, да, тихо. Потом ценно все, все остальное прочее. То, что вы живете по Слову Божьему. То есть, в Слове Божьем как рыба в воде, так скажем. И, то есть, и умом, и жизнью. То есть, для меня это тоже, как сказать, ценно. И оно как-то влияет положительно на меня. Вот. Ну вот такие вот, это базовые такие вещи основные. Труду вот навыкаю потихоньку, физическому. Потому что в городе такого нет. Ну запавил я тебя. Ну трудно, не сказать, что легко прям. Ну так. Ну о чем я тебе говорил, записывать карман ты забудешь помнить? Это надо, это навык. Ну надо навыкать этому, Агнат Ильич. Не так-то просто. Сатана все ворует. Вот заметьте. Соседние деревни ездят на поля. Поля по Теряевски рядом. Им отдали. А Игорь не может, ему даже земли не хватает, как бы. А они ездят вокруг. А теперь, когда мы здесь сделали первый-второй мостик, то они тут огромные самосвалы, там просто огромные идут. У нас не рассчитана эта дорога. Я поехал днем посмотреть, что там у нас делается на первый мостик. Они свободно проезжают. Я заснял их, ролик будет. Поехал второй мостик смотреть. Они едут, я снимаю. Нигде еще не повредили. С этой стороны сделали надпись, когда ты пас. Я ходил туда. Там написано дно каменистое. И сделал под стекло. Стекло не дает выгорать. Я его сначала в мультифорзе. Ну, такой салопановый мешочек. А потом прибил эту дощечку новую. Стекло вырезал стеклорезом. Сегодня поехал второй раз. А сегодня два раза там был. С той стороны оказалось тоже. Слабое такое. Все это дождем размощило. Теперь надо мне вот такие нарезать. Я покажу какие. Из паралита или из толи. Чтобы сверху не попадало, где прибито. Туда вода не попадала. Снег. Вот это вот надо как-то сделать. Как не знаю пока. Вырезать надо. Да поехать и прибить. Вот. Видишь? Машины идут туда-сюда. Здесь они выходят на деревенскую улицу как идёт. И они оттуда выворачивают перпендикулярно. Тут на нашу улицу. Туда на поля. Ну и представь. Всё было у нас держалось. Она на половине можно сказать. Песка только хватило. Щеблитая. А они это оттуда заезжают. Прямо этот песок разворачивают. Как раз на трассе разворачивают. Они размолотили там. Не знаю. Лопаты собирают только дорогу эту. Но ничего. Я помолился за них там. Чтобы Господь их благословил. Они рукой машут. Едут. Видите? Я говорю. Смотри. Ну каменистая. Чтобы подъедет и не останавливался. Чтобы боится вода течёт. Они идут. Я гляжу. И провалилась. Может быть сантиметра на три. Ну ниже. Такие грузовики. Нерассчитано же было. Что там. Удавят. Но я думаю. Если они долго-долго будут ехать. То у них здесь они уже начинают под землю подкапывать. Даже там и никак. Они выезжают. За собой воду тащат. А вода стекает. Она размашивает. Там где камня нет. Уже одна земля идёт. А тут они могут застрять. И вижу какой-то маленький тракторёнок прошёл. Я уже не стал. Видишь как. С чужими людьми. И у меня внутреннее беспокойство. Представь. Два разных велосипедей гонял туда. На второй мостик. На шлюз съездил. Там посмотрел. Вот. Как. Так они куда едут-то? На поле. На своё. Здесь оно поле. Там. А едут. Вот. Фермер. То есть они урожай собирают. На урывке вывозят. Урожай. Вот так. Здесь урожай. Тут на полях перед линей. А ехать надо через эту. Прямо на урывку. Тут 11 километров. А когда этого не было. Они должны были вокруг ехать. Это другие километры. И они сразу там написано. Потеря ехать. Стрела стоит. И они проверили. Нормально. Большую машину поставили. Нормально. Они-то давай сюда. Им это выгодно. Мне-то какая-то это выгода. Я разобью. А на душе приятно. Мы-то делали это не для себя. Это только. Ты это все помни. Чтобы в тебе горел огонь. Чтобы ты видел нужду людей. Вот представь. Два раза гонял на велосипеде. А ветер такой дует. Написать надпись надо. Надежда Васильевна в баню некогда. И идти. Пиши. Побежал в стекло. Вчера стекло унес. А сегодня за этим стеклом пошел в тот дом. Опять принес. И нашел. С одним шариком только. С одним колесиком. Кое-как закрутил его стеклорез. И все нарезал. Базейно выпрямлял. Инструмент взял. И поехал. В две сумки. А зачем? Я не могу ответить на вопрос. Что людям это польза. И все. Мне больше ничего нету. Ты вот себя на это настрой. Не только. Ну ты приехал там. И смотришь. И ты берешь это дело. Но и уметь отдать. Вот. Мне с тобой было это не легко. Когда ты в развалку идешь. И тебя гонял. И гонял здесь. Ты должен быстро все делать. Ты видел как это? Показал тебе. Что-то делаем. Вот ты столько-то делаешь. Я пришел куда там эти. Клен там где. Сколько там прошло. Полчаса. И столько же нарубил. Что-то за два-три часа. То есть. Ты должен везде быть стремительный. Вот это время. Ты не умеешь экономить совершенно. Вот я к этому и старался. А ты будешь соблюдать то, что я говорил. А мне какая-то польза. Польза та, что человек встал на ноги. И я вижу, что можно. Ты вот гляжу и побежал. Гляжу. В храм бежишь. Бегом. Брюшину растрес. Бежал забегом. Я тебя обогнал. Королу доверили. Королу поверили. Так. Что не оправдалось у тебя? Что ты хотел и не получил здесь? Мне нравится это. Молитвенный опыт как-то перенять. Мне нравится, когда вы молитесь. Мне интересно. Вот прям хорошо так. Когда вы начинаете молитвы читать. Вот это все. Вот это. Ну вот это вот как бы еще мало было, так скажем. А так, что сполна получают каждый день. По сту, по сту. Ты увидел, как я рискую кое-чем. И вплотную подпускаю, чтобы самую зеленую травку они съели. А ты их за 50 метров не допускал. А я их запустил везде, чтобы они вам были. Первые два дня я очень рисковал, Игорь Тихонович. Да. Они у меня очень хорошую траву ели, но я рисковал. Ну вот это у тебя, видишь, идет маленько-то. Это не то, что так как-то. И ты уже смело выгоняешь, приходишь. Все, я уже потихоньку понял их намерения. Ну ты смотри, кто тебя жалеет. Это жалейщики эти. Откуда они? Да я на них вообще внимания не обращаю. Ну ты видел, вот это вот сейчас Игнатия Лапкина надо обращать. Поставили ролик-то. Все видно. Они на виду. Вот чуть-чуть присмотреться, и все видно, кто, что они хотят. Откуда все вот это все. Ну, клоуны. Одним словом. Что можно сказать? Их нигде не увидишь. Ну, выйдешь где-то на пляже, допустим. А мы-то показываем все, что мы работаем, заготавливаем, помогаем. Где? Это наша жизнь. О их жизни-то мы не знаем. Я примерно только знаю где-то. С такой биографией даже близко бы и к интернету не подошел. Знаю тебя, тем более. И главное, это то, что не еретик. И он отвечает более верно во многих, чем этот. Ну, тот, потому что дальше погрузился. Я его вспоминаю только так, когда переписывались. Это Исидор Пилосевод говорит об этом. Предвзятость не дает здравого мышления. То есть заранее. А злоба вообще отнимает разум. Вот он в злобе потонул. И все. Ему говорит. Нет, я хотел сказать это. А что это? Он не может. И кашляет там, и делает что. Крутится, верится. А зачем ему? Веры-то нет никакой. Игнатий Игорьевич, вот вы реально говорите. Я-то это тоже все видел. Я когда в семинарии учился. Как вот вы говорите, что отбирают отребье. Да. В семинарию отребье. А потом из этого отребья еще выбирают, приближают там, к сожалению, епископ себе, так сказать, выпадьяконы, еще помощники. Он призывает самых лицемерных людей. Практически. Вот я не удомевал всегда, почему так происходит. Ну вот это ДС. Сидит он, православие, там не знает православие. Православие. Христа вообще не знает там. Православие. Ваше православие советское. Сергеянское. КГБ, что я православие. Он другого-то не знает. И он лопочет и лопочет. Видно, что он совершенно никакой. Никакой. То есть безбожник на улице. С ним легче разговаривать, чем с этим порченным материалом, конечно. И он пытается убедиться заодно с этим-то. Вместе они с... Уже никого нету. Он берет еретика и с ним вместе. То есть ему не стыдно, ничего нет. А еретик говорит, Игнатию было рождение свыше. Крещение Духом Святым. Он не слышит. Эти слова для него вообще не существует. А вот православие. А вот православие. Вот православие-то он и нюхал даже. Он его не знает. Он знает то, чтобы ему стоять у власти. У кормушки вот это. Он перерез передними, перерезай, говорит, и задними. Как толстой тишку. Он никакой. Ужас. Совершенно ДС. И главное, ролик за роликом ставят и ищут где-то, осудят меня. Значит, чего-то стоит это. Игнатия. Великая награда на небесах. Они мне награду плетут-то. Они же этого не понимают. На неверующий там сказал бы, да будьте его прокляты, дураки. А я не могу сказать. Я только молюсь Господи, просвети их разум. Они совершенно тебя не знают. И больше им заняться совершенно нечем. Ни людей не видят. Никаких обязательств. Ни перед семьей. Ну вот самое, знаете, интересное. Вот я сейчас туда опять окунусь. В этот мир, так скажем. И опять начнется, вот душа начнет болеть, скорбеть от того, что я увижу. Вот придя в храм православный, да? Вот видя вот это все шаг. Проходной двор, не попал православие-то нету. Шагание. Таинство все искаженное. Да. И вот опять вот как это все. Я не знаю как это. Это как томление, томление какое-то души. Омление Духа. Да. Вот. К сожалению, это так. Что надо сказать? Сам смотри. Немаленький все видел. Вот нам Господь позволил иметь эту радость общения. Близкие друзья. Испытать измену вот это. Изменник ДСН. Переписывались. По скайпу говорю. Девять роликов. У меня все это есть. Кто есть, если есть у кого желание, я могу открыть доступ. Да. Оехать это не касается. Доступ в группу. Они совершенно бессовестные. Понимаешь? Нет. Вот. У них положение. При таком вот. Вот. На люди бы даже не вышел. Как его, говорят. Боялся бы многолюдного общества. Вот они не понимают. Совесть. Нет. Нету совести. Сожженная. Я смотрю только и заниматься нечем. Но еще вот я стою. Все они вокруг меня пляшут. Вокруг моей колокольни. Мощатся на нее. Бросаются. А колокольня стоит. Как Лев Толстой говорит. Вокруг моей колокольни они. У них-то ничего нет. Я за ними бы гонялся. Да выступал. Да говорил. Оборони Бог. Вот сейчас этот стоит. Пришел. Стоит на службу. И ты видел. Вот так вот. Я первый раз вижу на службу. Вот так вот ноги. Пошире плечи маленько. И стоят. Это приехали. Которая морская. Я его не тронул. А когда уже подошли к кресту. Тогда я тебя попросил. Чтобы ты посмотрел. Ты видел? Ну да. Я позвал его. Да. Если побеседовали. Очень хорошо побеседовали. Я говорю. Ты не обижаешься? Нет. Соглашенными. Чтобы вышел. И Оля привезла там банду. Тоже. Чтобы соглашенными вышел. Бор. Ну зачем ты стрижешь? Там щетина тридневная. Все ему рассказал. Показал. И он это. Все принял. Ты не думай обижаться. Это бесполезно. Во-вторых. Тебе больше никто не скажет. Нет. Нет. И он прямо уже привязался. А выше то после креста. Время то мало было. А когда они выше все. Тут у нас совсем два священника это. Фуражка у вас какая. Фуражка это привлекает. Я показал. Божественная она. Божественная фуражка. Потому что это божественный влаг. Игнатик. Может. Вопросы какие. Да. Принесу сейчас. Давай. Только быстро бегу. Я не вижу пока на шагу. В голову побежал. Видишь. Уже изменения. Он идет. Переваривается. Вот как гусак. Гусак и тот за мной быстрее бежит. Самое главное. Как я голову замотал. Вот это. Сейчас. Последний день. Не знаю. Как он. Голова то целая осталась. Протянуло я туда. Прямо это. Я кое-как вытащил. Между списами. И подтянуло его туда уже. И затормозило. Шея. Крепкая какая. Человек нуждается. Все. Для меня. Препятствия уже. Все остальные уменьшаются. Он нуждается. Ночь. Полночь же меня. Это вообще не знаю. Он нуждается. А в чем он нуждается. Вот вопрос. Ему помочь надо. Что? Это уже смотреть по силам или нет. И вот. На это говорю. Два раза. Мотался сегодня. Они едут. Видят. Что-то я делаю. Отрываю. Прибиваю. Стекло то там на гвоздики. Надо проверять. Я оттуда жму. Запыхался. Это не рядом. Километр. Нет еще. Да? Ну там. В одном из роликов на канале Маша Мишина задала вопрос. Здравствуйте Игнатий. Что значит богатый и бедный человек по вашему рассуждению? Что значит богатый и бедный? Еще объясню. Ты богатый, у него все есть беды, ничего нет. И все. Бедный. Он буквально. Ну буквально. А? Есть нечего. Спать негде. Он бедный. Дома у него нет. Без местожительства БМЖ. Он лежит, Геннадий Патриарх говорит. Ты слышишь крик какой. Он по домам лежит. Сверху вода по нему потекает. Ты ничего не ел. Он кричит, дрожит. А ты лежишь в мягкой постели и даже ему кусок хлеба не дал. Он бедный. Нищие глаза и псы лизали крохи. Его ничего нету. Ни дома нету. А богач каждый день. Там прямо написано богач. Каждый день пирша стал блистательно. Зато возле фазанов его и пищи-то какой. Игнатий Игоревич, так вот если он богат и если у него нет скорби, он оставлен Богом что ли выходит? Нет, нет скорби. Как он живет? Если он богат и нет скорби. Почему нет скорби? И он богатый был. Без скорби жил и Бог известен был. Еще до скорби Бог похвалил Саим. Авраам был богатый, какие-то скорби были. Без скорби-то вообще нету. Никого. Ну скорби разница. Разная. Так вот отвечать богатый и бедный, что высокий и низкий. Вот такой вопрос я не знаю. Печальный и радостный. Живой и мертвый. То есть видите, все на двое. Огонь и вода. А почему вот вы молитесь, что научи нас жить в бедности? Да. Благочестиво быть довольными и скромными благочестивыми? Да. У нас вот все есть, это бедность. У нас любой посмотрит, у вас еще больше ничего нет. Нет ничего на завтра. Вот сейчас вареные. В то же время мы богатые. Научи нас жить, Господи. Вот то, что мы имеем, это уже Бог Господь дал нашей бедности. Мы приезжаем, вообще ничего нету. Нету. Оля приехала сейчас, а я говорю, ты будешь садить кукурузу, на мой пай там посади. И она первое собрала, я говорю, не собирай, а он не прожуешь. Я говорю, мы варим его, его хорошо жевать. Но она не послушала, у нее еще нету. То ли то украл, то ли еще. Первый пропал, у нее второй нету. Почему дело не так, как я сказал? А я говорю, ну перестали ты. Нету и нету только делов. Кукурузу. Виктора Николаевича Савченко, сестра Ольги. Судилась она с кем там, а не электроэнергию. Жили и не заплатили. А теперь с квартиры съезжают, а у нее на счетчике намотано. И сейчас она и говорит там, что интересно. Виктор когда был, а отец жил, он ходил, все снимал на счетчике. Они говорят, пробка там была уже намотана. Она когда показывала, а пробки-то и не было вроде. Теперь я говорю, обращаться буду. А в который день я просила помолиться, а с кем судилась, он этот день помер. Она говорит, помолись, помолись. Я помолился, он помер. Я его не убивал, ничего. Игнатик, а вам никогда не хотелось быть богатым? Хотелось всегда. Я очень прошу, чтобы как-то мне Бог дал бы хоть немножко, миллионов так сто долларов. Зачем? А? Для чего, Игнатик? Для чего все поправить. Здесь Игорь Кабаин бы купил. Хорошую технику, большую школу. Домов бы сто поставил сразу. Тогда люди, которые хотят нашего духа, но денег нет построиться. Я бы сразу дорогу протянул сюда. Мне немножко нужно, миллионов сто хотя бы. Ну долларов, да? Доллар. Так это в рублях умножить на шестьдесят, да? Ага. На семьдесят. И ни копейки, конечно, ко мне не пристало бы. Учителя бы раза в три зарплату повысил. Ну вы надеетесь, что это реализуется? Нет, никак я не надеюсь. Зачем надеяться, когда я не знаю? Нет, ну желание только есть, да? У меня стихотворение, наверное, написано. Хотел бы быть богатым. Богатые. Успейте разгрузиться, пока еще живой. Стихотворение вот такого направленности, оно очень сильное такое. Хотел быть я богатым. Хочел бы. То есть не я богатый-то буду, чтобы у меня было что дать. Угу. Когда нашелся богатый, тогда я подумал здесь строить корпуса для лагеря на семьсот детей сразу. И обслуга была бы, и все, потому что зарплата была бы. И дорогу положили. А тут перестройка, и все, кончилось. От Жириновского сейчас письмо сегодня получил. Хорошее письмо. Если вас, говорят, обижают, в суд обратитесь. Но самое главное ЛДПР. Вот слово ЛДПР там раз, наверное, 15 повторил. Мы партия селян. Ну просто за нас голосуйте. Всего вам хорошего и здоровья желаю. И теперь я болеть даже не имею права. И даже видно, что моя бумага тащила, даже ни слова нету. Стандартная. Если написали, никак не отреагировали. Такое делаю, говорю. О детях. Я там... Даже как будто меня и нету. Совершенно. Он бумажкой расписался, расписался так, начеркал сюда. А чтобы так вот ступился, сказал, как так? Для детей человек жил 45 лет на навозной куче и сломать, чтобы другим опытом передать. Я думаю, что делать? Он бы там... Мне это не Муму говорил. Барыня там. Герасима. А он бы прямо заступился. Вот человек. Смотрите где-то. И не один. Что говоришь? Они не слышат и не видят. Ни один по делу не вступился. Нигде не поднял голос. Не сказал, давайте проголосуем. Закон под правку сделаем. Если она возной кучей, это не считается. Занятая не человеком, вот она возной кучей. А сверху там какие воробьи или кто, раз они считаются. Ни один. Ну и какой вывод вы делаете из этого? Я вывода и не делаю никаких. Это так понятно, что мы им не нужны. И в чем будет страдать. И то, что я делаю, для детей 45 лет посвятил, которые в стране живут за рубежом, бесплатно. А это они чужды. Они чужие. Я знаю, у кого сколько домов, они пишут там друг про друга. Какие дома. Вот сейчас у Шойгу, у других. Купили там, показывает усадьба. Три с половиной миллиарда рублей. Миллиарда. И показывает два гектара усадьба. Где-то там, под Москвой. В Армихе или что-то. Ну и еще, это просто так сказал. У меня не зависти, ничего нет. Я думаю, мы будем умирать. Еще у Камзона ничего не было. У него не было табакова Олега, что пишет, сколько домов, сколько чего. Задорного не было. Они все друг друга. А одна компания это. Но и все выборы, ничего нет. И им ничего не надо. Эти медали показывают. Ему это не надо. Душа по мытарствам идет. И помолиться за него нельзя. Потому что он не христианин. И мне это разницы нет. Я просто говорю. Но они помогают другому. Продвигают. И сейчас ролик поставили. Как Пугачева расправлялась со своими соперницами. Которые на арене были. Что делать с ними. И смешно так. Кожу натягивают. И прочее. И все же это понимают. Как у Камзона парить на голове. Это своей волосинки нету. Давай. Угу. Ты завтра уже уезжаешь. Потому что завтра после службы. Ну я сейчас подойду. У священников спрошу. Смогут они меня запрашивать? Не надо спрашивать. Они двое. Как двое. А ну и двое да? А вот парень вот этот. Ну шофер. А женщина это видимо Ольги. Ну то есть. Твое. А они же пять могут взять. Ну и вот. И картошку. Ну все равно надо же. Картошку. Картошку. Картошку увезти. Которые просят. Хорошо. Ну Сергей меня тогда встретит. Сергей встретит. Ты ему позвонишь. Ну я все равно пойду и извещу их. Картошку увезти. Потому что допустили ошибку. Не отправили. Люди ждут. У них нет ничего. Я еще не думаю отправить картошку. Ольга позвонила Соклакова. Она одна. Так. Еще у тебя там. Ну что. А вообще у меня конечно есть желание. Вот если Бог даст. Вот так вот. Не знаю. Дистанционно. Либо вот непосредственно рядом. Буквально каждый стих вот разобрать. Давай разбирай. Это надо занять. Я тебе стихи сбросил. Ты по ним начинай работать. Ну и. Которое совсем непонятное. Это другой вопрос. Все равно. Нужно. Нужно. Вот ты бери так 2-3 стихотворения. И по скайпу. Ну по беседам. С 10 октября. По скайпу. Ты его считаешь. Вот это непонятно. Я тебе объясняю. И ты после прослушаешь. И. Ну и уже будешь акцент делать на этом. Так. Ты мне сделала эти. Кошкам приведу. Сейчас. Нет еще. Да хочу. Сделай. Игнат Игоревич. Вот у вас был период в жизни. Вот если о нищих опять рассуждать. Вы как-то дверь открыли для всех. А что вас побудило? Для чего вы это делали? Я на некоторые вопросы не могу ответить. Один раз так. Прихожу. А приехали люди издалека. Не знали где лежит ключ. А ключ тут же рядом лежит. И они что-то оставили и уехали. А ехали издалека. И мне стало так грустно. Я решил тогда дверь не закрывать. Всегда чтобы она открыта днем и ночью. Это вообще было удивительное время у меня. А сколько это? Сколько было по времени? Я не могу сейчас рассказать. Ну года-то продолжалось. Два, три. Сколько? Да нет. Ну примерно так. Я около вокзала живу. Много людей приезжают. Приезжают, которые не знают где ключ даже лежит. Тогда я решил, а он и не нужен мне ключ. Я ухожу, оставляю все, чтобы поесть могли. И бомжи там пошли. Я как-то вот так поступал неразумно. И Господь меня спас. Ничего не украли. Ничего не потерялось. Не убили. Это уже было после тюрьмы, да? Конечно. В 90-е годы, да? Это необъяснимое явление у меня было. Настолько я осторожно, все закрываю, убираю. И вдруг все, распахнул все, шторки сбросил и заходи. И живу около вокзала, присажив себе. Вот когда двенечество вылеток, я говорю, прилично одеты, и так с такой окладистой бородой подошел, один улыбается, меня приветствует. А кто? Я говорю, вы меня не знаете, наверное, я бомж, приходил у вас там, пил и ел и ночевал. А вся квартира 12,8 квадратных метров. Где у меня была Ежа Васильевна? А она там с бабушками. Она попросила купить матрасов там 30 или сколько. Купить квартиру я все сделал. Купил прямо около церкви. А бабки-то болтались, где на вокзале. С храм-то один был на всю окрестность. И Барнаулу в окрестностях нигде не было там. И все бабки там у ней были. Она прямо около храма. Я один раз как-то зашел. И она видна иззади. Хозяин пришел. Хозяин пришел. Бабки там засуетились на меня. Вот сейчас она приехала тоже. Одна дорога такая ехала, из другой местности. Я так молилась Богу, чтобы мне не умереть вас увидеть. И я испытал вот эту братскую и сестрическую любовь. Она держала сильно. Я почему-то дров там не завозил. Она где-то доставала. Я сильно занят был. Это у меня, кажется, в это время магнитофоны работали. Переплет занимался. Ну, какие-то у меня такие... Я успевал на каждом повороте засеять поле, застолбить межу. То одним занимаюсь, то другим, то третьим. В одно время занимался только собаками. В уголовном возрасте. И везде, кто скажет, Счиславия. Считайте от соседей Льва Толстого. Вот он хотел быть первым в этом делу. Это хорошо. И так ведите, чтобы получить. Один получает награду. Я с собакой очень много занимался. И она у меня работала, зарабатывала. Или в магазине подсаживали на ночь. У меня с собакой работали. И просто там рядом сидеть. Рядом сидеть, это трудная команда. Но мои собаки, они на одной любви держались. Беспредельная преданность их была. Ну, вот так. Я никому это не навязываю. Просто ты спросил, я отвечаю. Мой путь не окончен. И спешите меня хоронить. У меня стихотворение такое есть. Поёт Виктор Николаевич. Ну, вот и на тебе. Ну, вот ты как приехал. У тебя в прошлом году, когда тебя прогнал. И ты за всё время нигде отрицательно не выступил. Нигде. Почему? Я ничего не увидел. Ну, в друге они не перестают, как Роман Малыч. Я бы ещё не нашёл про меня пакость какую-то. Берёт обязательно через забор эту дохлятину забросит. Ну, я не знаю, как они умудряются до такого дохлятину. Я не знаю, это был близкий человек, уважаемый. Ну, злоба просто потопило человека. Я увидел любовь отеческую, братскую любовь. Я увидел молитву, чувствовал эту молитву. Постоянно причём. Вот. И братскую вашу, и братьев. Постоянно работали с моими недостатками, с моими немощами. Всякое вот это. Вот. Постоянно. Вот. Кто это может сделать? Увидел примеры, как вообще, ну, с людьми вы общаетесь, как находитесь с ними общий язык и так далее. Я увидел в храме, в церкви дисциплину. Я увидел священника, который живёт, как Господь заповедал, от десятины живёт. И я увидел, что он не бедствует, далеко не бедствует, а Господь его благословил. И ему уже, сколько ему, 70-80 лет больше? 75. 75 лет, а он трудится, он, то есть, в силах, Господь даёт сил, всё. А речки у него, всё. Я увидел деревню, где не матеряться, ни разу я не слышал бранного слова. Чистая деревня, можно босиком ходить, не наткнёшься ни на гость, ни на что. Вот. Чистота, порядок. Я увидел общину, какая-никакая община она есть. Я много тут увидел то, что я не увижу больше вообще нигде в мире, в принципе. Так что, как я могу раскрыть свой рот и что-то такое сказать? Я не понимаю. Вот. Благодарность Богу и вам. И братьям. Вот ты едешь как? Сколько ты примерно думаешь у Сергея побыть? Ну, у меня мёд я заказывал, мне и так надо. Мёд. Я для родителей мёд. Хочу у него. Он мне говорит, ты мёд то забирай, ну вот я заберу мёд. А сколько побыть? Я ему предлагал услуги свои, ну как бы помочь ему, клиентов найти новых. Но он подумал и понял, что он тогда зашли, ну как сказать, он не справится один. То есть, придут новые люди, а он один, он не разорвётся тогда. И для этого нужны ему помощники, а помощников, как я понял, нет. И он подумал и мне сказала, бой, что нет, Виталия. Я понял, что я не справлюсь, если придут, клиентский поток увеличится. То есть, вечно это занятие с собаками? Ну да, он этим занимается, я ему хотел помочь, привлечь новых клиентов. Он сначала обрадовался всё, а потом, когда подумал, рассудил, что это всё время у него заберёт, а нужно... Ну ладно, доедешь, сообщишь, а с октября ты занимайся стихами. И себе помещай, в каком-что непонятном. Здесь я отвечать никак не могу, писать мне некогда. Не осталось время, уже меньше 3 недели осталось. Ну я говорю, что я приеду, я посмотрю, если это всё серьёзно, то вроде она серьёзная. Если это всё серьёзно, то поработаю, заработаю энную сумму денег. И хочется, конечно, дальше продолжить сотрудничество, так скажем. Смотри, зимой, допустим, и везде. Я ничего не могу показать, кроме строек, я сам строитель. Мне интересно научиться вот, например, печь ложить. Очень интересно. Я бы с удовольствием перенял вот это вот. Я не ложу сейчас, нигде нет. Нет, ну вот я просто говорю. А это надо на практике, чтобы ты помочь мне. Каждый кирпич приглядывался, а тут я тебе тайны всякие открываю. Показываю, за счёт чего она будет тёплая, за счёт чего она дешёвая. Это ценно, очень ценно. Это не просто стенку выложить. Это от настроения хозяйки зависит даже, будет она топиться или нет. Она где-то задвинула там поленом, я к Вале приехал, к сестре она, печь как не топится. Она дрова положила, сушить-то и ткнула за эту. Задвижку-то и закрыла. Вот и всё. Если ничего нет, тогда отпускай меня. Благодарность только, Игнатих. Спаси Христос Вас и Владимира и всех братьев и сестёрств. Если ещё я тебе не так сказал, то ты обиделся, прости меня. Игнатих Ильич, всё по делу, всё хорошо. Так что ещё надо больше где-то надо, может даже надавить так сказать. Вы что там побыли, тоже непонятно, с конкурсом по Библии. Да, это непонятно, мы только присутствуем. Всё, ты на всё ухожу я. Спаси Христос Вас. Завтра нам уже некогда будет прощаться сегодня. Но я пойду к Папам. Ну я не знаю. Скажу, помогут они мне, не помогут. Прощай. deaf double Т obst idiом и крụс yo-т cuộc-то тяжел. Ухажаю сейчас. Ухажаю. Ухажаю сейчас. Не обезай, не подознаю я, не подознаю ядово.